Лёд и снег – далеко не все сюрпризы, которые осень может преподнести автолюбителям. Чаще всего автовладельцы ориентируются на погоду и при первых заморозках торопятся в автосервисы, чтобы переобуть своих железных коней. В зимний период, это декабрь, январь, февраль, запрещается эксплуатация транспортных средств категории М1, но это легковые машины, скажем так, неукомплектованных зимними шинами. То есть в зимний период на всем легковом транспорте, включая грузовики до 3,5 тонн, у нас требуется установка ошипованных шин. Главное отличие зимних шин от летних – их способность ездить по снегу и наледе. Небольшие канавки протектора летней резины быстро сбиваются снегом. В результате тормозной путь вырастает в разы. Есть опасность заносов, а зимние колеса снижают вероятность аварийных ситуаций. Судя по погодным условиям, где-то, ну, к началу уже ноября, вот, рекомендуется устанавливать ошипованные шины на машину. Так называемая, да, всесезонная резина, она, конечно, разрешена, но лучше, конечно, это вот именно ошипованные шины, как бы более надежно, более, скажем так, безопаснее для движения. Перед сменой резины необходимо оценить состояние старых покрышек. Так, если толщина протектора менее 4 миллиметров или истек срок годности резины, то ее стоит заменить на новую. Екатерина Шмакова, Евгения Шевцова, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24.